приветствую вас в наших ранах прикольные политические новости в этом выпуске новостей ну конечно вспомним и про зеленского ну как же про путина ну возможно слышали там недавно был праздник день россии естественно грех не вспомнить про донбасс и про переговоры в минске ну как же без трампа без батья ну и другие политические новости так что внимательно слушайте первая прикольная политическая новость из сша джо байден заявил что если трамп не признает свое поражение на выборах то военные его вынесут с белго дома ну то есть байден считает что он уже выиграл что однозначно даже спорить нечего но есть трамп скажет нет тогда однозначно военные его выброси ну да нагнетает 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 ну понятно никаких военных не будет не более в сша поймите преемственность власти уже работает и там действительно ну если трамп проиграет он уйдет спорить не буду пройдет байден а если байден не выиграет трамп останется и будут опять же рассказывать что не так голосовали то сделать пока на сегодняшний момент еще раз говорю сша и есть такой нюанс как изменение настроения избирателей в истории сша были случаи будут случаях да к примеру ближе к выборам проводят теледебаты и посетили дебатов менее меняет такое бывает и вообще сша страна эмоционально надо выбрать еще немножко далековато в ноябре они будут но это вот и на ноябре так что еще жара лето так что туда до выборов еще говорю далековато но это такое а теперь новость прикольная но с украины смотрите комитет министров предлагают уменьшить количество районов в украине сейчас их 490 сделать 129 то есть объединить я за честно говоря за ну смотрите что вы правильно поняли расскажу чуть-чуть не вступление количество районов в украине делали говорила советского союза тоже время от времени их объединяли разъединяли но почему их так много она надо было всех пристроить очень часто был такой трюк сначала были губернии потом области и вначале действительно районы были такие мощные а там получалась такая ситуация вакууме партии ну кого-то утопали ну порядок обстоятельств надо там секретаря вакуум партии сдвинуть и второго но бедный человека едем уделать районы туда 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 и действительно района у нас довольно много и в некоторых случаях обращаю ваше внимание еще во времена брежнева да 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 не делитесь была идея укропник районы и были дни были случаи объединяли районы но после этого пяти разъединяли должности у нас есть области действительно районы ну невероятно смешные чисто сельская местность и крупные села районы центра причем села они столько слабенькие и в советские времена и тоже поднимали вопрос на что-то делать то что ну на районник тянет так что идея хорошая в рамках этой идеи вы наверное знаете что в закарпатской области предлагают объединить два района где проживает этнический венгер чипиш там сдача это сдача интересов сепаратистов ну прекращайте ну ребята ну вот вы против интересов в этих районах были были живут там этнические венгеры живут говорят им на венгерском языке говорят вывески там есть на венгерском языке есть и вообще ну действительно встречаешь да действительно там и так дальше ну как бы украинско-русский суржик такой с венгерским словом да самое интересное что идея сделать единый район давно это поднимало это не значит что что-то поменяется просто не давайте объединить действительно это самое зачем две администрации мало туда действительно в этом районе сейчас есть и центры культурные школы все это и и церкви вы знаете если знаете или нет там церкви немножко ну я говорю православную церковь не хватит там свои церкви так что такая есть нюанс по этой причине прекращайте бритности про сепаратистов как вы меня доставили но обычно нормально нормально но это дело болезненно сразу ношу ясность опять же немые слова слова наши не зашли галяк который сказал что они успеют это все сделать и новые выборы местные советы уже будут по новым районам точно не успеют однозначно так что выбрать по-старому если это успеет то уже где-то выбором верховной рады президента который через несколько лет вот такая ситуация по этой причине но не так новость сказать даже где-то пересекается наш министр страны днем димитрий кулеба заявил что украине может быть двойной гражданство ты вообще говоришь надо это законодательным принять ничего там плохого нет надо в законе запустить при этом сразу говорил но если даже будет двойное гражданство это не будет распространяться на гражданство России то есть другими словами можно быть гражданином Польши Украины без проблем Польши США без проблем Канады Украины без проблем Польши Украины без проблем и так дальше а вот Украины России гражданин нельзя жаско не было тут безобразия строго ну единственное что здесь он конечно сказал то что в принципе в многих странах мира госчиновник не может иметь двойное гражданство да ну в многих странах мира это существует в России то же самое в России вы знаете двойное гражданство госчиновник не имеет права нарушает ну по закону считается нельзя 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 а теперь пару слов про Донбасс Ордло переговоры в Минске и так дальше вы наверное в курсе что украинская сторона расширила количество переговорчиков в Минске ну что вы правильно поняли что такое переговорчиков трехсторонняя группа где есть представители в данном случае Украины России и самопровозглашенных республик и вот украинская сторона добавила со стороны переговорчиков жителей которые жили соответственно на территории Ордло до захвата власти сепаратистов а сейчас живут в Украине это журналист Сергей Гармаш а журналисты Гармаш и Денис Казанский потом врач Константин Линстер и юрист Роман Горан ну как вы догадываете когда они приехали естественно представители сепаратистов ДНР и ЛНР начали очень возмущаться рассказывают и тому подобное хотя по большому счету в Минске предложение что так сказать представители а не оккупанты это две большие разницы и не сепаратисты по большому счету как раз вот это есть представители а те кто там но это не совсем представители честно говоря и Евросоюз представители Евросоюза еще раз разместили на своем сайте информацию по поводу что такое это контактная группа кто должен входить какие представители какие цели ну ничего но они здесь не повторили что это цель прежде всего решать текущие вопросы связанные с переходами вопросы связанные с пропуском разведением вопросы связанные с обменом пленных с прекращением огня и так далее что и тому подобное ну в принципе да и еще раз Евросоюз напомнил что трехсторонней группой могут быть представители Украины России и ОБСЕ там нет представителей сепаратистов да а в данном случае представители Украины это те которые проживали ну в Донецкой и Луганской области которые были вынуждены покинуть территорию захвачен сепаратистами вот такая формулировка вот такая формулировка при этом ну естественно как вы понимаете в Кремле точнее в окружении заявили что если так то они включат переговорную группу Януковича он имеет ввиду со стороны ДНР и ЛНР насмешили насмешили не не включат я не знаю что не включат Янукович не заходит понимаете по большому счету ему это все не надо он уже как бы немножко в стороне и так дальше возможно вы слышали разговоры что не сегодня или завтра Янукович или кто-то из его окружения приедет в Донецк возглавит там единою Донецкую там республику состоящую с ДНР и ЛНР там так дальше разгорать было тьма ничего не может не приехать в Донецк не может не может ну во-первых все что можно разворовали у него куда-то приедет авторик да действительно он там авторитетом не пользуется так что включить Януковича в переговорную группу было бы конечно прикольно но это нереально так само как и других людей понимаете там действительно можно включить ну и сейчас там как бы включены люди которые очень ручные для Кремля ужасно ручные до удорения ручные а какие-то действительно не ручные и не нужные по большому счету эти конечно трехстороннюю группу ну правильно что там может быть Украина Россия ну и все вот эти все с комарок из ДНР они роли никого не играют но они же не принимают какие решения абсолютно все что скажут в Кремле то они исполняют вот такая вот забавная ситуация еще одна забавная новость но можно сказать немножко старенько ну постоянно вы знаете что слышали что в России хотят сделать парад победы запоздания парад тем более эпохальные события там готовится так дальше и тоже сразу его разговаривают а почему же Зеленского не пригласили ну соответственно пиарятся на этом со всех сторон и ну как представитель кто такой а Алексей Пушков Пушков сенатом заявил почему не пригласили Зеленского на парад победы он объяснил что ну вы же понимаете что мы пригласили глав стран СНГ а так как Украина если она вышла из СНГ то мы не могли пригласить Зеленского но по большому счету то что не пригласили Зеленского саму Зеленскому очень выгодно серьезно понимаете вот пригласили ему пришлось бы отказываться а тут сразу была бы куча пиара там разного а так не пригласили можно и не отказываться так было бы чего обращаю ваше внимание такая новость что Зеленский хочет сидеть в Белоруссии и посидеть в Белоруссию поговорить пообщаться с Бацко ну это будет правда не скоро а что осенью но предварительно но здесь предполагается такой как бы голова большая встреча поговорить об развитии и т.п так что ну здесь можно сказать такой пример что да аппарат мы не поедем зато мы едем то Бацко поговорить о граждане 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 ну понимаете какая ситуация по большому счету да действительно ну Кремле не ожидали что будет Зеленский и они делали ставку на эти машины промахнулись сейчас на сегодняшний момент они конечно надеяли что Зеленский проиграет очень надеялись но пока на сегодняшний момент как бы сказать они ключи к нему не больше не нашли и какой-то и по этой причине пока но они просто наблюдают и все и понимают что сейчас пока ничего ну как всегда надеются а может что-то произойдет может быть хотя вряд ли свое время не очень надеялись когда был порошенко что придет час другой и все будет хорошо а пришла не тимошенко да такая ситуация ну и очень краткая новость забавный значит тут лидер зеленский сказал что он предлагал сакашвили что сначала он хотел его сделать действительно лицепремьером потом но слуги народа сказал против нет здесь надо дать должное это действительно какая что есть у зеленского что нет примеру у путина действительно если такие идеи он выносит на фракцию обсуждается там действительно имеют право голоса ну понимаете в кремле права голоса не имеют там депутаты тоже а тут да действительно и в результате всех событий проголосовали сделали а тут сказали нет сакашвили не подходит тогда зеленский предложил сакашвили постсоветника премьер-министра сакашвили обиделся писать маленький масштаб по этой причине мы сделали фейк вот такую структуру толку никакого ну пускай будет и последняя новость уже политическая ну по традиции будет наверное все таки экономического характера ну больше обратный ход сделай она связана с 12 июнем 1815 года тогда Натан Ротшильд используя английскую газету Моргинг Кронинг опубликовал что Наполеон выиграл в битве на Ватерго ну то есть раньше чем тогда же связи с интернета не было в результате началась паника акции в Англии в Бали и Сунице скупил ну понятно что вы знаете что Наполеон проиграл акции взлетели заработал миллиард учитесь ну вот и все это все прикольные политической новости пишите комментарии до свидания